Привет любителям электрики и электроники! Поговорим сегодня немножечко о микросхемах и о семисегментных индикаторах. Что делать бедолаге, у которого есть счетчик, который что-то считает и пытается показать на семисегментный индикатор, хотя бы вот на такой маленький, а в счетчике этом нету того самого преобразователя, того дешифратора, который бы отображал числа. Мало того, что сами по себе вот такие семисегментные индикаторы бывают очень разные, и как всегда в руках у нас не той системы индикатор, так еще и заказанный дешифратор к этому счетчику оказывается опять-таки не теми ногами и не туда вперед, чтобы показывать нам здесь числа. А хочется ведь числа большие, красивые, красные, а вот такие красные семисегментные индикаторы, если брать вот всего один семисегментные, они жрут тока «мама, не горюй!» Поэтому подключать их напрямую к микросхеме мало у кого получится. И что? Все? Неужели вопрос не разрешим? А может мы возьмем и придумаем сами микросхему? Почему бы нет? Микросхему из расцепухи. Дешифратор для чего угодно. Дешифратор, который будет показывать числа вот на таких семисегментных индикаторах. Можно и на таких, но эти как-то маловато будет. И как вы думаете, решается такая задача или нет? Как бы нам ее решить? Вот есть у меня семисегментный индикатор. Сперва надо, конечно, его пощупать, потрогать, понять где у него сток, исток, база, коллектор, эмитер. Называйте как хотите, но важно знать, что у этого семисегментного индикатора общее, а что не общее. Не общее это выводы, которые идут к каждому из этих светодиодов. А общее это будет либо плюс, либо минус. Русским языком говоря, надо найти, где у него это. Ищем с помощью тестера. Берем, тыркаем в эту системку и отыскиваем у нее общий провод и те проводочки, которые идут куда попало. Точку не учитываем, она на крайней ноге. Вроде прощупали, вроде все весело. Вроде бы можно уже и микросхему строить, как обещано. А раз обещано, давайте строить. Как выглядит в крупном плане такой вот семисегментный индикатор? Да вот. Вот я светодиодики нарисовал. И надо бы это дело запускать. Проще всего изобразить на нем, скажем, единицу. Это подать сигнал одновременно вот сюда и вот сюда. То есть вот на эти две ножки подать сигнал, единичка загорится. То есть можно объединить. А вот двоечку, а двоечку это надо будет подать сигнал вот сюда, 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 сюда и вот сюда. Одновременно. Ножки объединить. Что же это будет делать? Что же это будет за объединятель такой, который, когда мы здесь двоечку рисуем, единичку разъединяет? Есть такой элемент, хитрый, ребята. Диод называется. Вот, к примеру, хотим мы нарисовать единичку, но так, чтобы она не мешала другим цифрам зажигаться. Вот, чтобы единичка горела в такой матрице, надо два диодика вот так поставить и здесь вот соединить. Подали сюда плюсик, единичка загорелась. А если двоечка, вот тогда уже заморочек немножко побольше. А ровно пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять диодиков идут ко всем вот этим сегментам. И эти сегменты будут запитаны и загорятся. Троечка аналогичным образом и так далее и тому подобное. И что вы думаете, это требует много диодов? Да не, ребята. Вы знаете, что здесь миллионы ПН-переходов, которые легко образуют вот такие структуры. И в любом преобразователе, контроллере, все это строится именно таким образом. Но гладко было на бумаге. А где же тут овраги? Для красоты я решил использовать вместо вот таких вот диодов цветные светодиоды. С ними конкретней, веселей и забавней. И получается вот так. Раз, два и готово. В силу своей ленности я организовал только две чиселки. Хотя их можно было сделать полный ряд от одного до девяти. Но мне и этого хватит, чтобы продемонстрировать эффективную работу самодельного устройства, которое рисует цифры на вот такой вот мощной светодиодной семисегментной матрице. Поехали. Чиселка 1, отмеченная двумя желтыми светодиодами и, конечно же, единичкой. Чиселка 3. Пять зеленых светодиодов и троечка. Вот так вот. И раз, и два, и три. И раз, и два, и три. Получился самый настоящий преобразователь непонятного сигнала, идущего сюда, в цифру. Ну, а дальше, конечно, дальше можно цеплять и счетчики, и дешифраторы, и драйверы, да все что угодно. Если я сюда подавал, по сути дела, просто проходящий код по порядку, в регистре или еще как-нибудь, то можно сюда подавать и двоичный код. Ничего интересного и страшного в этом нет. Добавляется микросхема, либо же еще кучка диодов. Но за то, как создать своими руками микросхему, показывающую числа, я, похоже, вам рассказал и пояснил. А на этом все, ребята. Такая вот хорошая светодиодная микросхема, которая рисует числа на семисегментном индикаторе. Пока!